Добрый день всем, меня зовут Павел Верихов, я работаю в Finstar Labs, это финтех инкубатор, такой международный, занимаюсь дата сайенсом, но на самом деле рассказывать буду про проект PythonQL, он к Finstar прямого отношения не имеет, это мы делаем в свободное от работы время, небольшой группой энтузиастов, может быть, надеемся вылиться в более серьезный проект в будущем, но уже довольно интересный прогресс есть. И мы, что мы делаем, мы реально взяли Python, мы расширили язык Python, вставили в него язык запросов. Если вы работаете с базами данных, вы знаете язык SQL, на котором очень удобно взять несколько табличек, их сджойнить, выбрать какие-то данные, которые вам нужны, сегрегировать, почитать отчеты и так далее. Мы вот более красивую версию SQL мы вставили внутрь Python, и идея была какая. Мы давно занимались языками запросов для разных типов данных, для XML, для JSON. И вообще вот новые СУБД, XML, JSON, они плохо летели, там язык запросов был хороший, но никто не хотел его учить, потому что это как бы опять идти в первый класс, начинать с Hello World, изучать новый язык. В основном программисты очень плохо к этому относятся. И у нас появилась идея, давайте мы возьмем язык, на котором куча народа с данными работает, и туда вставим язык запросов, вместо того, чтобы наоборот делать. Идея была какая, что мы разработаем такой язык, сделаем прототип, потом пойдем к гида Ванросу, мы скажем, гида мы строили-строили, вставь, пожалуйста, это в основной язык. И понятно, что гида бы сказал, извините, ребята, вот в очередь, через 10 лет, может быть. Но мы все равно взяли за это авантюру, а в процессе оказалось, что оказывается, расширение языка можно сделать как библиотечку, используя интересный функционал питона, как энкодинг файлов в питоне. И просто через ПИП можно поставить расширение языка, писать эти запросы, и вот у нас уже все это дело заработало. И я расскажу немножко тогда про мотивацию, все-таки зачем мы все делаем. Это продукт для программистов, для вас, да, и вот хотелось понять, какая из этих мотиваций выстрелит быстрее, что действительно нужнее. Потом небольшое введение в PythonQL с несколькими примерами, и дальше я расскажу про один небольшой сценарий, про Customer Journey, где мы считаем, что PythonQL прямо классно подходит и очень удобно на нем работать. И под конец несколько слов о реализации и планах на будущее этого проекта. Команда пока у нас очень маленькая, нас трое. Мы все занимались долгое время базами данных. Даниэла Флореску, она активно разрабатывала стандарт XQuery, потом разработала язык JSONIC, работала в Oracle, делала там проект Zorbo, потом все это ей надоело, ушла в виртуальной реальностью заниматься. Я сам вот три движка баз данных делал, два движка с XML связаны, один с IDB, это база данных для крупных научных проектов, там машинное обучение и Big Data. Но тоже от баз данных ушел, занялся Data Science, еще у нас Сергей Виноградов, он такой опытный архитектор из больших компаний. Но все равно база данных не отпускает, и вот мы опять взялись за старое. Давайте про мотивацию я поговорю. Первая мотивация, смотрите какой сейчас зоопарк баз данных возник. За последние годы выпущено было бешеное количество open source и не open source баз данных. Но давайте начнем с SQL. Вроде бы есть SQL, вы выучили SQL, вы можете на любой SQL базе данных работать, правильно? Но теперь задайте себе вопрос, просто вот конкатенация строчек MySQL, PostgreSQL, Oracle. Вот все знают, как в трех базах данных просто две строчки сконкатенировать. Знаю, кто-нибудь, кто не знает? В трех, ну в трех. Ну в Oracle, в PostgreSQL. Смотрите, тривиальная штука, сконкатенировать строчки, уже начинаем задумываться. А теперь представьте, просто из date time достать год. В каждой базе данных это делать совершенно по-разному. Получается, что нельзя выучить SQL и взять какую-то SQL базу и начать с ней работать. Надо все равно идти и заниматься тем, что заниматься hello world опять, изучать документацию и так далее. А в это время появилась куча других языков. XQuery, JSON, MongoDB свой придумал. Сейчас они еще придумали N1QL. GraphQL появился. RnDB с Gremlin и так далее. То есть кошмар. И еще дополнительно к этому куча ORM-ок разных. Там свои проблемы. Data scientists вовсю используют Pandas. Это библиотечка тоже обработки данных. В общем, освоить весь этот зоопарк просто нереально. И здесь мы говорим, что давайте мы забудем про весь этот зоопарк. Мы в Python вмонтируем язык запросов, который поддерживает все эти структуры. В нем мы будем работать, а потом уже отсылать запросы автоматом в эти базы, чтобы они свою задачу выполняли. Но чтобы не приходилось каждый раз новый язык изучать нам. Вот это как бы одна мотивация. Вторая похожая. Мы когда ввозимся с данными, особенно в Data Science, нам иногда надо 5-6-7 источников данных опросить, скомбинировать и с ними начать работать. Если это разные с UBD, то это по одному соединиться с одной базой, достать из нее какие-то данные, потом залезть в другую. Берем, лезем в SQL, потом лезем в Mongo, например, потом еще куда-то. Это разные протоколы соединения, разные форматы. Все это пытаемся объединить, сложить. То есть просто достать данные про одного клиента из нескольких источников уже большая работа. А вместо этого тоже мы пишем просто один запрос относительно всех баз. У нас одна модель данных общая. И уже сама система решает, что вот этот кусочек я сейчас переведу в SQL, кину в SQL базу, это пошлю в Mongo. Здесь прочитаю этот файл, весь его в память загружу и отдам результат. А еще даже красивее, вот эта старая история про виртуальную интеграцию, что один человек сел, разобрался, как эти базы интегрировать, где там, как почистить, как что-то там состыковать и так далее. Там всегда много нюансов и грязи всякой. Записал это как вьюшку или как функцию, а все остальные, они даже не смотрят, как это было сделано, они просто выбирают нужный кусочек данных интегрированных и с ними работают. Ну и последняя мотивация, что вот как же так, мы научились с SQL работать, например, очень классно декларативно опрашивать данные, а потом мы приходим обратно в Python и нам надо сделать какой-то маленький аналитический отчетик или что-то похожее, а у нас этого SQL внутри нет. То есть мы на внутренних наших структурах, мы язык запросов использовать не можем. И мы возвращаемся обратно к нашему неприятному императивному программированию. Так что последняя мотивация – это на своих же структурах, на своих данных мы всю мощь SQL нам возвращаем. Вот три такие мотивации. Пока мы не знаем, какая из них будет важнее для людей, для программистов. Посмотрим. Но тезисы такие, что вот хороший программист, ну даже любой программист, он на самом деле голый язык запросов освоит без труда. А вот вся эта история, что программисты не хотят новые базы изучать, она именно из-за того, что изучение новой базы данных – это изучение огромного количества по-своему написанных функций, то есть своей библиотеки функций, своих каких-то нюансов. И все это дело надо хранить в голове, и все это дело быстро из головы пропадает. То есть работать с большим количеством разных СУБД – это какой-то ужас. И если мы вот эту проблему решим, мы станем намного эффективнее, как разработчики. Немножко расскажу вообще, как мы сделали это расширение, что оно из себя представляет. Язык Python QL состоит из нескольких компонентов. Основное – это расширение компрехеншенов. А кто знает в Python, кто знает, работает с компрехеншенами? Почти половина, да? Ну ладно, будут примеры, там будет понятно, что такое компрехеншены, но это просто удобные выражения, которые быстренько, декларативно более-менее составляют списки. Но они в Python очень ограничены. А мы их взяли и из них сделали полноценный язык запросов. То есть обычный компрехеншен как выглядит? Мы говорим, что дай-ка мне все иксы, иксы берутся из этого списка и применяем к ним такое условие, что они все должны быть четные. И вот мы получаем список четных чисел из какого-то списка. А мы сюда добавляем группировки, сортировки, все эти дела, получаем полноценный язык запросов. Также мы добавили путевые выражения. Мне в вложенных данных, в XML, в JSON очень удобно просто взять и сказать, дай-ка мне всех десендентов, всех детей, всех внуков какого-то элемента. То есть пробегись по всей структуре, по всей иерархии, дай мне все элементы с каким-то именем. Следующее еще в питоне обработка исключения, она как стейтмент зашита. То есть в выражении ее нельзя использовать. И в компрехеншене тоже ее нельзя использовать. А это очень полезная штука, особенно если работа с грязными данными и так далее. Я небольшой пример здесь заготовил тоже. И мы сделали try-accept как выражение. То есть в любом выражении, там 1, плюс 2, плюс 3, можно вставить еще внутрь небольшой try-accept, где попробовать сделать какую-то штуку, которая обычно работает, но у которой много разных исключений, и ловить исключения, и, например, дефолтное значение вставлять в этом случае. И последнее совсем мелочь. Мы сделали именованные кортежи. В питоне есть name-tuple, но он не очень красивый. Вот мы для нас сделали свой. И вот, на самом деле, вот и весь язык, он довольно минимальный получился. То есть он в какой-то степени, он и на SQL стал похож, и на JSON, но он очень питонический. Он является совершенно четким расширением питона, вот этих компрехеншенов. Мы попробовали минимальное количество ключевых слов добавлять, чтобы легко запросы вставлять в ваш код, и чтобы ключевые слова не ломали текущий код. И по максимуму используются собственные конструкции питона, например, всякие там квантеры всеобщенности и так далее. Мы просто из питона взяли, там all, any, вот это один в один из питона. И все статистические функции, все агрегаты, все взяли прямо питоновские. На самом деле самое большое расширение у нас оконные функции и pattern matching. Я там буквально в двух словах объясню, но глубоко не буду в них вдаваться. Давайте вот здесь я небольшой пример привел. Наверху это грамматика языка такая очень простая. То есть опциональный у нас select, чтобы был похожий на SQL и красиво выглядело. Но на самом деле это обычное выражение питоновское, которое вот в компрехеншенах есть. То есть мы возвращаем какой-то результат этого выражения внутри компрехеншена. Дальше идет один из генераторов значений for. Это обычный питоновский for, который мы все знаем. Let – это синтактический сахар. Мы просто создаем переменную, присваиваем ей какое-то значение. Можно через for делать, но немножко некрасиво. С let – приятно. Pattern и window – это как раз pattern matching и оконная функция, которую чуть-чуть попозже расскажу. А дальше идет в любой комбинации, в любом порядке идет where clause. Кстати, можно использовать питоновский if. В компрехеншенах питона синтаксис с if у нас можно if использовать, можно where использовать. Кому как нравится. Группировка, сортировка и еще вот мы каунт ставили. Такая экспериментальная фича. В JSON она полезная была. В питоне есть enumerate, поэтому вроде мы может даже ее уберем в будущем. Она пока не очень полезна была. Давайте посмотрим пример, как выглядит такой простенький запрос. То есть это питоновский компрехеншен. Видите, квадратные скобки, он вернет список значений. Мы вставили туда select для красоты, он опциональный. И значит генерием tuple name, имя продукта, sales – это сумма продаж по этому продукту по всей базе. Дальше у нас for – циклы. То есть P бежит по какой-то базе данных продуктов, O бежит по какой-то базе данных продаж. У R – условия слияния. Product ID в продуктах равно Product ID в заказах. Пока это можно все делать в питоне, тут ничего нового нет. Дальше идет группировка. Мы по имени продукта делаем группировку. Как работает группировка в питон.ql? В SQL это немножко грязная история, потому что там нет вложенной модели данных. И там просто группировки, получается непонятно что. На самом деле она и не укладывается в SQL. Здесь у нас все просто. У нас есть переменные, которые составляют ключ группировки. В данном случае имя. То есть для каждого имени мы группируем все остальные переменные. То есть и каждая переменная, в данном случае единственная переменная – это O, это продажи. Она оборачивается в список. И получается для этого имени весь список значений, которые соответствовали, которые вместе с этим именем были раньше в таблице. То есть получаем сразу вложенный вот этот список. И после этого мы можем с ним работать как хотим. Можем агрегатную функцию запустить. Можем просто весь этот список вложенный вернуть. То есть получаем сразу вложенную модель и у нас счастье. Следующим шагом мы считаем сумму продаж. И здесь как раз я вставил try-accept. То есть продажи у нас, допустим, что они просто строки. И какие-то строки правильные, а какие-то строки сломанные. Там, например, есть точек запятые. И при парсинге они просто сломаются. И тогда мы делаем вот этот try-accept. Мы пытаемся конвертить в int. Если не получается, если вылетает какая-то exception, а их там тысяча разных exception, например, может быть, мы вставляем просто ноль. И то есть внутри у нас мы пробегаемся по всем заказам, конвертим amount в int и суммируем все это дело. И потом идет order by по этому значению. То есть сортируем по количеству, по сумме продаж. Вот довольно простой такой запрос. И на SQL похож, и местами он удобнее и чище. Можно комбинировать в любом порядке эти конструкции. И не надо пытаться сначала сделать все join, потом думать, как группировать, потом агрегировать. То есть в любом порядке, как удобно, работаем, все делаем. Вот это на самом деле, ну вот практически весь язык, вот он здесь. Все остальное небольшие к нему добавления. Маленькие добавки, это вот эти путевые выражения, как в XQuery в GSONIC. Мы нашли вот такой способ расширить язык, чтобы он не конфликтовал с другим питоном. То есть путевой путь на один шаг вниз. Это точка слэш. Достать всех последователей, это точка и два слэша. Вот триэксепт я показал. И вот этот конструктор кортежей, он немножко более красивый, чем питоновский. То есть мы здесь делаем какой-то селект, и вместо того, чтобы называть эти атрибуты X.fname, например, мы говорим as.fname просто. И потом обращаемся к этим кортежам и к этим атрибутам через точку красивым образом. Паттерн-матчинг, небольшая тут тоже добавка. Вот она тоже как раз для GSON и для XML полезна. То есть если в реляционном мире все просто. У нас есть запись, мы какую-то переменную к записи присобачили и какие-то атрибуты использовали. То есть все красиво. Есть у нас вложенная структура, но тут можно ее разбирать скальпелем по каждому элементу, а можно сделать одним блоком. И вот как раз матч – это такой блок. То есть мы берем, у нас какие-то персоны есть, people – это JSON объекты, и мы матчаем к ним вот такой паттерн. То есть должен быть last name какой-то, его привязываем к переменной L. H какой-то привязываем к переменной A и сразу условия туда забрасываем, что H больше 25. И должен быть адрес, и сразу идет, адрес имеет какую-то внутреннюю структуру, мы ее тоже прописываем, все это вместе матчится как один шаблон. Вот такая. Мы это видели в некоторых языках запросов раньше, нам понравилось, решили тоже ее закинуть в PythonQL. И оконные функции. А кто знает в SQL, кто пользуется оконными функциями? Так, 3, 4, 5. Ну правильно, не надо в SQL пользоваться оконными функциями, потому что это взрыв мозга, и вообще это страшно, там семантика очень тяжелая. У нас вроде бы проще. Мы взяли оконные функции из XQuery, они вроде бы простые. То есть здесь у нас есть какой-то список интеджеров, список целых чисел от единицы до семи. Мы по ним бежим, вот for sliding window w в x. Это переменная w, она привязывается к окошкам. И вот этот запрос, который вы видите, он просто делает окошки длиной 2, каким способом? То есть мы заводим эту переменную, она окошками бежит по данным. И у нас два условия. Где начинать окно, где заканчивать окно. И все, больше ничего нет. Вот первое условие start y. y привяжется к первому значению этого окна. То есть сначала единица, потом двойка, потом тройка. То есть конкретное значение начала окна. Add s означает, что s привяжется к индексу этого значения. То есть первое значение, второе значение, третье. В данном случае 1, 2, 3, 1, 2, 3 совпадают. Ну вот, давайте закончим быстро с window. То есть s привязывается тоже к индексу. И true здесь, when true, означает, что мы просто окно создаем на каждый элемент. У нас условия создания окна всегда true. И у нас есть условия, когда окно надо закрыть. И тоже мы берем позиционную переменную e, которую к индексу привязываем, и говорим, что просто разница в индексах должна быть 2. То есть окно длиной 2. И просто вот таким вроде бы простым запросом получаем окна длиной в 2. И вот с ними мы можем потом… И это просто список значений. Вот здесь я наверху использую функцию sum. То есть мы суммируем просто все значения внутри окна, и получается такой running sum. Довольно мощная штука. То есть она, может, не такая мощная, как в SQL, но она вроде бы намного понятнее, чище по семантике. То есть работать с ней проще. Вот. Ну и вот. Вот и весь язык. И что я хотел еще рассказать. Хотел вам рассказать… Обычно мы определили несколько сценариев использования PythonQL, которые мы считаем прямо классные для дата-сайентистов. Но здесь такая очень разношерстная аудитория. Но я один сценарий все равно вам расскажу. Это про Customer Journey. Customer Journey – это путешествие клиента через все стадии услуги, сервиса и так далее. Ну, если вы знаете, что такое логия HTTP сервера, это как бы такой примитивный вид Customer Journey. То есть пришел человек на сервер, пришел на первую страницу, на вторую заполнил форму и так далее. Все это логируется. И потом сверху этого можно делать очень мощную аналитику. Потому что на самом деле количество информации в таких логах, оно огромное. Оно гораздо больше, чем то, что мы из них извлекаем и кладем в базу данных обычно. И давайте представим, что мы банк. У нас есть клиенты. И вот клиенты, они генерят какие события. Пришел клиент, открыл счет, перевел денег на счет, подал заявку на кредит, банк ему выдал кредит, потом клиент выплатил кредит, получил звонок из колл-центра и закрыл счет. Вот всего 7 событий, или сколько там, очень маленькое количество событий. Все просто, но уже на самом деле можно интересную гипотезу придумывать и тестировать. Ну, первый запрос довольно простой. И вот, помучаю вас этим занудством немножко. Давайте выберем просто, сколько у нас клиентов есть с балансом больше, чем 300 долларов в разных штатах. То есть, сразу понимаем, что надо будет группировать по штатам. Баланс больше 300 долларов, вроде типичная реализационная штука, простейшая операция, но здесь у нас никто не подсчитывал этот баланс. Он у нас в истории транзакций хранится, но агрегат никто не делал. И вот это на самом деле очень частая штука в customer journey, что прежде чем какие-то условия мы делаем, прежде чем мы какую-то выборку делаем, мы должны посчитать сначала агрегаты, а потом на них еще наложить условия. Потому что сегодня мы хотим баланс посчитать, а завтра мы хотим сумму покупок шоколадок или цветов или еще чего-то. То есть, что-то совсем другое. И этих агрегатов, их бесконечное количество возможно. Как решать такую задачу? Во-первых, как представить эти данные? Давайте скажем, у нас есть просто массив кастомеров, а каждый кастомер представляется как массив вот этих событий разнородных. Значит, мы бежим по всем customer journeys, то есть кастомеры, и пуляем большое количество вложенных запросов внутри каждого journey. Но сначала просто выделяем событие, что человек открыл счет. Это вот этот вложенный запрос, где event name равно open. Вот он открыл счет. Оттуда мы берем клиентские данные, и там будет содержаться, там будет его адрес, там будет штат, по которому мы сгруппируем. Потом достаем суммы транзакций по внесению снятия денег со счета. Это вот все суммы withdraw, сумма deposit. Баланс является суммой депозитов минус сумма вычетов. Ставим условие, что баланс больше 300 долларов, и группируем по штату. И получаем в результате штат и количество клиентов, у которых больше, чем 300 долларов. То есть простой запрос, но уже если вы попробуете таким делами заниматься в реляционной базе, уже будут проблемы. А давайте теперь уже и сразу кинемся на интересный пример. Сделаем проверку такой гипотезы. То есть наш банк, он депозитные счета ведет и выдает кредиты. Но люди подают на кредит, банк может им отказать, и мы считаем, что они обижаются, закрывают счеты, и все, банком больше не работают. И вот такая гипотеза вообще. Сколько таких человек, которые через месяц после обращения за кредитом и отказом ушли из банка, и вообще имеет смысл выдавать кредиты, не потеряем ли мы при этом хороших клиентов. Может вообще имеет смысл закрыть кредитный бизнес, из-за того, что люди обижаются и уходят. Тоже бежим по customer journeys, отлавливаем событие, что человек закрыл счет. Это вот событие event name close. Значит, если событие такое не находим, то клиента выкидываем. То есть вот это where close, то есть close, если будет none, или null, то этот клиент нас не интересует. Дальше достаем последнюю заявку на кредит. Это вот event name loan request и последнюю заявку. Тоже, если заявки на кредит не было никакой, то нас клиент это не интересует. Дальше смотрим. Ну здесь я пропарсил. А, кстати, вот эти всякие штуки, парсинг дейтов и так далее. Зачем это все здесь? На нашем сайте все эти сценарии лежат. То есть все эти запросы есть, можно зайти и прямо там запустить и посмотреть, какой будет результат. И там, так как там текстовое представление лежит, я там прямо паршу эти даты из текста. То есть мы достаем дату последнего обращения за кредитом, достаем дату закрытия счета и смотрим, значит, если счет закрыт меньше, чем через 30 дней после последнего обращения, и после обращения не последовало выдачи кредита, после именно этого последнего обращения, вот тогда вот это тот клиент, который на нас обиделся и ушел. И вот мы получаем список этих клиентов и дальше уже можем с ними работать. Почитать, сколько их, посчитать, сколько у них был баланс и так далее. То есть немножко волосатый такой запрос получился. Оптимизатору здесь будет тяжело из него что-то эффективное сделать, но все равно, то есть если вы попробуете другими способами такие запросы делать, мне кажется, потратите гораздо больше времени и усилий, и главное, не будет никакой перспективы это все запихнуть в базу данных. Ну вот, я начинаю закругляться и расскажу про текущую реализацию и планы на будущее. Вот сейчас мы добились того, что все это дело ставится просто pip install, поставили pip install и написали coding python.ql в вашем файле, и тогда все запросы внутри этого файла, вся программа внутри этого файла попадет в наш припроцессор, он обработает этот язык, переведет его в обычный питон с нашими функциями и запустит. Сам процессор запросов такой довольно простенький, не очень эффективный, написан на питоне. Все выражения мы их компилим и запускаем через Eval пока. Оптимизатора планировщика еще нет, планируется, но опять же, ресурсы пока маленькие, поэтому в будущем. То есть можно работать уже и с UBD, и со Spark, и с Pandas, но пока только достав все данные в память, и уже сверху питон.ql может работать. Сейчас вот мы выбираем, мы хотим сделать один раппер настоящий, который будет или в SUBD пихать прямо SQL запросы, или в Apache Spark запихивать. Вот сейчас думаем, что выбрать. Ну вот, да, как раз дальнейший план. Мы все хотим еще в ноутбук закинуть. питон.ql все еще не хактали, Jupiter до конца, но прямо в ближайшие дни должно появиться. Вот сделать какой-то раппер или для SQL, или для Apache. Собственный процессор уже потом написать, или на CISEN, или на C++. Ну и вот хороший планировщик, оптимизатор. Есть сайт проекта www.epithon.ql.org, там вот есть все эти сценарии, есть страничка на GitHub, есть документация, написано как туториал такой, то есть вроде бы, ну да, она покрывает все фичи языка, и с примерами, и максимально просто сделано все. Есть mailing list, можно подключиться к mailing list, там в Google Groups, спрашивать вопрос и так далее. И вот ставится обычным pip install. На этом все. Если есть вопросы, завышем. Коллеги, есть ли у нас вопросы? Вопросов я смотрю довольно много на этот раз. Скажите, пожалуйста, вот преимущество для работы с базами, оно очевидно, что для многих баз один язык, а преимущество работы со стандартными питоновскими структурами, перед map, reduce, filter, генераторами списка есть какое-то? Кроме того, что человек, который знает SQL, ему будет, конечно, приятнее, наверное. Можем ли мы работать с… Сейчас, не совсем понял вопрос. Можно ли питоновский код миксовать с этим языком? Ну, естественно, да. Давай поближе. Преимущество есть какое-то, вот, ну, просто с данными удобно работать функциональным программированием на метоне. То есть какие-то генераторы списков, фильтрация, группировка, вложенные списки. Ну, то есть, map, reduce, там, в основном, справляется с фильтром. Ну, то есть, это обычно удобно все-таки работать, когда у вас вот один список, и простая операция. Да, если группировки, если много join'ов надо сделать, то это все становится не очень удобно, да, то есть, поэтому и появился язык SQL, что он дает возможность декларативно и просто описать очень сложную манипуляцию с данными, да, то есть, и здесь как раз преимущество здесь в том, что это делается на уровне языка, а не API, да. язык небольшой, но комбинируя фичи этого языка, вы очень сложные запросы, довольно простым способом можете декларировать. Спасибо. А еще можно вопрос? Сейчас работает, что мы выкачиваем всю базу, и она становится как внутренняя структура питона, да? Сейчас, да, так. Временно, да. Временно. И долго. Нет ничего более постоянного, чем временное. Не, не, ну идея, мы делали такие системы, раньше, ну и, например, есть Pony ORM в питоне, да, которая берет Comprehension и переводит его в SQL и закидывает. Просто здесь здесь сложность в том, что надо смотреть, что там куча функций, база данных не поддерживает, там разные операторы надо по-разному мэпить в разные базы еще, потом есть Postgres, у которого каждая версия, например, какие-то новые возможности дает, то есть еще надо поддерживать разные версии одной базы. То есть если это делать совсем качественно, это несколько лет работы хорошей команды. Если сделать такой, если хакнуть быстренько, то что-то можно быстро сделать. Понятно. Так, коллеги, да? Можно, да? А, там, это где? Ну давайте. У меня несколько вопросов, я задам их сразу, а вы, пожалуйста, запомните и ответьте потом по порядку, чтобы они не вырубили микрофон. В общем, первый вопрос. У вас была задача встроить в язык запросов, правильно? А почему вы пошли таким путем, путем расширения синтексиса фактически, вместо того, чтобы выбрать, например, реализацию библиотеки, ну что-то вроде линк в C-шарпе. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. Есть ли сейчас поддержка каких-нибудь IDE, хотя бы подсветки синтексиса? Третий вопрос. Есть ли какой-то контроль памяти при получении данных из их источников? То есть, например, вот есть какая-то задача, я так понимаю, что сейчас все это должно единовременно помещаться в память. Есть задача, что данных много. И как сделать так, чтобы питон не упал с memory error, например, в момент их выполнения? И четвертый пункт, это не вопрос, это предложение, как бы как я решал подобную задачу. В общем, это не было… Вы сами-то свои вопросы не очень запомнили, насколько я вижу, вы читаете с ноутбука. Давайте вы все-таки постоите с микрофоном и по порядку. Давайте, первый вопрос. Я помню, первый вопрос. Была задача встроить в язык язык запросов. Почему сделали расширение языка, а не, например, реализацию библиотеки типа линк в C-шарпе? На самом деле, линк в C-шарпе, он одновременно в двух вариантах существует. Это расширение языка в C-шарпе. То есть в C-шарпе есть select, есть where, есть группировка, прямо внутри языка зашита. И нам вот эта часть больше нравится, чем вот это всякие API-функции. То есть в питоне есть уже библиотеки, такие как Pandas. Есть Pandas, пожалуйста, берете данные и select, и join, и так далее. Но просто мы видели, как быстро работа с Pandas превращается в какие-то страшные конструкции, которые уже с нормальным мозгом уже сложно переработать и понять. И именно когда какой-то момент сложности мы минуем, то без такого языка, как SQL или безстроенного языка запросов получаются очень сложные вот эти цепочки вызовов всяких API-функций. И с нашей стороны гораздо лучше использовать язык запросов, чем вот мучиться с такими API-шками. Хорошо. Второй вопрос. Так, спасибо. А второй вопрос. Есть ли поддержка сейчас подсветки синтаксис в каких-то средах разработки? Пока еще нет. Тоже планируется, но пока еще нет. И третий? Третий вопрос по поводу памяти. Как контролировать расход памяти? Как получать данные лениво из разных источников? Вот. Сейчас как реализовано питоновский движок, как работает, то есть на самом деле не обязательно все должно в памяти лежать. То есть мы эвалируем то, что вот вы for цикла например запихали, то есть for x там в каком-то выражении. Например, если это идет из файла и просто там какой-то идет итератор из файла, мы просто итерируем. То есть весь движок написан на генераторах, поэтому мы если вы не сортируете ничего, если вы не группируете, если вы просто делаете, пробегаетесь по файлу и делаете select, то мы совершенно нормально отработаем без использования какой-то памяти дополнительной. Если начинаются вот такие операции, которые требуют памяти, как группировка, сортировка, как слияние нескольких источников, тогда пока никакого контроля памяти нет, как только память закончится, все сломается. На самом деле даже многие с УБД не особо вам здесь помогут, то есть они тоже работают часто так. Пока память есть, живем, память закончилась, все валится. Но план есть сделать движок более нормальным, сделать действительно операторы, то есть сортировка, группировка, чтобы работали, чтобы было несколько разных имплементаций и выбиралось лучше. Отлично. Еще четвертый пункт. Ну да, замечания. Была подобная задача, например, я решал полностью не таким методом, это не был язык запросов, банальное есть простое решение взять и загрузить нужные данные в какую-то единую, но простую, например, в использовании базу. Например, в Postgres с JSON-B. Можно их туда загрузить, создать нужные индексы и там все это дело объединять. Тогда не будет подобных проблем в принципе. Ну, это замечательно. Давайте оставим одну с ВВД, остальные запретим и будет счастье. Но, к сожалению, почему-то их каждым годом становится чуть ли не в два раза больше этих баз данных. А потом вам самим придется ваших коллеги положат кучу данных в Монго и вам придется изучать Монго и оттуда их доставать. Правильно? Окей. Так. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Очень интересно. Мне вот интересно, вот вы сказали, что можно будет с помощью вашего PQL смотреть разных базовых данных, а как конфигурировать вот это вот все, чтобы одну модель понимал, что она в разных базах хранится, то есть, как это вы будете конфигурировать, ну, через, там, где описывать вот эту вот модель? Ну, революционная модель легко описывается, то есть, просто это список, есть таблица, у нее есть название и в таблице лежит список кортежек, правильно? И модель очень, в питон очень легко транслируется. То же самое со всеми другими базами, просто будет дефолтная трансляция модели базы в питоновскую модель и все, и просто надо будет где-то надо будет указать, что это вот живет в базе Postgres, а Postgres лежит там по такому-то урлу, ну, и все. Через конфиг получается. может быть, даже, может, даже мы будем использовать, например, SQL-алхимию для того, чтобы специфицировать коннекшн в базе, а потом уже использовать его сами. Спасибо. Спасибо. Так, там у нас вопрос. Всем спасибо. Хотел узнать два маленьких вопроса. Как дела, как ставить дела с лямбда-выражениями, и второй вопрос насчет асинхронки. Поддерживается ли и будет как в третьем питоне? Лямбда-выражение, пожалуйста, используйте любые, то есть, внутри этого языка вы можете использовать любые питоновские выражения, класс и так далее. Проблема там будет с тем, что просто если вы в будущем хотите, чтобы все улетело в базу данных, то надо все-таки использовать те конструкции, которые и оптимизатор легко сможет понять и засунуть в базу и которые не используют какого-то функционала, который в базах данных нет. Но вообще никаких проблем с лямбда нет. А насчет асинхронного, мы вот сейчас все сделали пока на генераторах, делать что-то здесь асинхронное внутри движка пока ну не стали, пока что-то не знаю, думаем. Вот насколько помню, в нынешнее время перед наугодом был портирован 3,6 питон и как раз поддерживает асинхронные вызовы внутри генератора. Да, но к сожалению, нам пришлось тут поддерживать и питон 2,7 и питон 3 и вот что-то мы вообще думаем сейчас что-то с этим зоопарком делать тоже. Хочется иметь один движок, который работает на всех питонах, Ладно, понял, спасибо. Спасибо. Так, сейчас есть у нас вопрос. Там есть апдейты, всякие, кроме селектов что-нибудь еще есть? Нет, пока нету. Ничего нету. И никакой серверизации соответственно только на клиенте исполняется, нельзя сделать не как в файл в базе данных, а как нормально, когда сервер, который все эти запросы выполняет. поступил. Нет, ну да, сейчас только селект, он выполняет запросы и получает какой-то результат. Пока все. Насчет апдейтов, ну да, всегда более волосатая история, когда много разных баз данных под капотом. Пока, ну и мы видим в начале вроде гораздо больше пользы от селектов, потом, если все это полетит, то будем делать уже апдейты. Ну и позиция. Еще вопросы? Позиция. Спасибо. Давайте поблагодарим Павла. А, есть, простите. Так, еще вопрос. Вот скажите, мне не очень понятен один момент, а вот как этот инструмент интегрировать уже, допустим, существующий проект на обычном питоне? Ну вот у нас есть, допустим, какой-нибудь там сайт или набор скриптов каких-нибудь для аналитики, и нужно сделать новую фичу, и я вот выбираю этот инструмент. И как это будет вообще вам взаимодействовать? То есть просто в каком-то файле, где вы используете вот этот язык запросов, вы вставляете вот такую штуку, сверху файла вы пишете hash coding PythonQL, и все. И наш припроцессор пробегает по этому файлу, и все, он находит все вот эти, он парсит этот язык PythonQL, находит куски, где именно не Python, а PythonQL, и трансформирует их в Python с использованием наших библиотек. Так, у нас там еще вопрос, да? А еще здесь был где-то вопрос. В этой части нету, да? Больше в этой части нет. Нет, я собственно хотел добавить, а то есть там писать импорт что-то там from PythonQL не нужно, да? Не нужно, там автоматом импортируется движок экзекьютора, то есть вставляется, припроцессор вставляет один импорт туда. И так вообще ничего не надо делать. То есть вот просто кодинг написали и все, заработало. Коллеги. А, вот здесь еще вопрос. Окей. А как вообще описывать, ну собственно, подключение к базе? Оно как вынесено в отдельный файл, как допустим в гибернете или где вообще оно лежит? Мы пока это не сделали, то есть пока мы вообще мы работаем просто с какими-то структурами внутри питона, с итераторами, да? То есть, ну мы хотели бы, сейчас последняя идея это использовать что-то вроде SQL-алхимию, чтобы она обеспечила connection, а потом уже мы, то есть, ну через какой-то универсальный такой драйвер, чтобы мы не заморачивались с разными базами данных. То есть вы не планируете писать драйвера под разные, ну опять же, я опираюсь на гибернете, вы не собираетесь писать там драйвера для каждого из… То есть у вас не такая архитектура. Для SQL-бас не хочется для каждого писать, но все равно там у SQL-бас разный SQL, поэтому придется как-то все это делать, но хотя бы вот именно уровень транспорта, connection, не хочется еще там заморачиваться. Ясно, спасибо. Коллеги, у нас все? Ну давай, последний пошел. Анастасия, последний вопрос. А вот про SQL-алхимию заговорили. Какое преимущество перед SQL-алхимией? Там же тоже в довольно таком объектно-ориентированном стиле можно делать запросы довольно удобно. Не-не, ну какое… То есть опять, SQL-алхимия там или у вас вот API какой-то, то есть там точка фильтр, точка еще что-то. Но это все дело на простых запросах работает, это когда у вас группировки там и вот всякие такие вложенные структуры данных, это все очень быстро разваливается. А здесь еще плюс, вы не только к базам данных обращаетесь с этим языком запросов, вы еще к вашим внутренним структурам. То есть у нас один из примеров это в машинном обучении. Например, вы натренировали кучу моделей, а потом хотите сравнить, а как эти модели на разных кусочках данных друг к другу сравниваются. Здесь вам опять нужна группировка, опять нужны какие-то селекты, но уже сверху ваших структур в питоне. А с алхимией вам придется положить это в базу и сверху базы гонять SQL. То есть не очень красиво. То есть вы сейчас хотите использовать SQL-алхимию как подключение к базе, а потом уже… Да, только для вот… Чтобы не мучиться и там разные библиотеки не подбирать до каждой базы. Спасибо. Ну что ж, с кого начали, темы закончили. Спасибо большое, Павел. Очень интересно. Интересно.